Когда 24 февраля Путин объявил о так называемой спецоперации в Украине, он планировал одержать молниеносную победу. Прошло три месяца. Российская армия потерпела поражение на севере Украины, достигла незначительных успехов на юге и втянулась в бои на истощение на востоке. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, продемонстрировали колоссальную обороноспособность, тем не менее переломить ситуацию на решающем для России донбасском направлении пока не удается. Главной задачей второго этапа, так называемой спецоперации Кремля в Украине, является победа в битве за Донбасс, однако достичь ее российские военные никак не могут. Все это время вооруженные силы Украины не только обороняют рубежи, но и успешно проводят контрнаступления. Правда, сопротивление российскому вторжению обходится Украине дорого. Как сообщил президент Владимир Зеленский, в боях на Донбассе ежедневно погибает до 100 украинских военнослужащих. Еще 500 получают ранения. Потери россиян немыслимые, но в Кремле об этом умалчивают. Война, по словам украинского президента, приобрела оппозиционный характер. Наступать на Донбассе в СУ пока не могут. Так что ситуация там сложная. Но цель Украины неизменна – полностью освободить свою территорию от войск оккупанта. У них иссякают силы, и мы даем достойный ответ. И, в принципе, на сегодняшний день мы растем в огневом отношении, а они все-таки сдуваются в огневом отношении. Поэтому вот такая вот наступает как бы паритетность. С одной стороны, паритетность на поле боя, а с другой стороны, ни одна из сторон не может достигнуть какого-то значимого успеха. Они не могут продвигаться вперед. Мы тоже не можем продвигаться вперед, но при этом мы держим оборону. Битва за Донбасс, начавшаяся в апреле, для российской армии вылилась в череду операций по форсированию реки Северский Донец и попыток прорвать подготовленные за 8 лет войны украинские позиции в окрестностях оккупированных Донецка и Луганска. Потуги россиян создать новые плацдармы на Северском Донце провалились. Как минимум одна батальонно-тактическая группа была полностью разгромлена силами ВСУ. После поражения российских войск под Киевом, Черниговым и Сумами в Москве понадеялись на сокращение линии фронта, что, по мнению оккупантов, позволило бы им повысить плотность российских войск и огня. Теоретически это могло бы дать преимущество россиянам, у которых намного больше артиллерии, чем у ВСУ. Но на практике все иначе. Украинские силы обороны, воюющие в Донбассе, далеко не новички и обладают немалым опытом, ведь они воюют уже девятый год подряд. В итоге российская так называемая спецоперация свелась к грубому проламыванию украинской обороны артиллерии. Российская армия не может наступать вглубь украинских войск, потому что опасается ответного артиллерийского огня. Российская армия продолжает нести колоссальные потери, к украинским границам и на оккупированной территории переброшены все силы россиян. Но этого недостаточно для наступления по всей линии фронта. Сюда загнать они пока не могут ничего. Единственное, что на сегодняшний день есть готового из резервов, это надо снимать с других направлений. А от чистого резерва, который можно было бы перебросить на сегодняшний день в Российской Федерации нет. Те люди, которых они привозят, это в основном идут на восполнение потерь. И, кстати, мы сегодня наблюдаем, что снимаются в глубине оккупированных территорий, снимаются блокпосты, снимается личный состав. Скорее всего, он будет перебрасываться весь на луганское направление. Российские власти заявляют, мол, вот-вот возьмут украинский Северодонецк, параллельно ведут наступление на Славянск и Краматорск. Но украинская армия успешно держит оборону. Просто сегодня ночью, видимо, послушав нас с тобой, вооруженные силы, решили, что так не годится. И нанесли ряд очень хороших, жестких и очень метких ударов по всему этому огненному коридору, условно говоря, от изюмского направления. О том, что так называемая спецоперация идет совсем не по плану, свидетельствует еще и тот факт, что администрация Путина настоятельно попросила редакции российских СМИ не тиражировать тему «100 дней войны» и не акцентировать внимание читателей и зрителей на продолжительности военных действий в Украине. Требование Кремля поступило в редакции накануне 3 июня, сотого дня полномасштабного вторжения России в Украину. В начале июня во время встречи с главным тиктокером России Кадыровым министр войны Шойгу объявил, мол, РФ собирается ускорить так называемую спецоперацию в Украине. Якобы определены новые задачи, которые подразумевают улучшение тактики. А принятые меры, мол, позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров и даже ускорят темпы псевдо-спецоперации. Но в эффективности нового плана Кремля засомневался даже бывший главарь боевиков так называемой ДНР и военный преступник Игорь Гиркин – Стрелков. Шойгу определил новые задачи. Шойгу может определить только вопрос замены ламината на Притку. Это в его компетенции. Война может продолжаться еще месяцы, а то и годы, пока украинские и российские войска будут систематически перемалывать друг друга, говорят аналитики. Все меняется по мере того, как то одна, то другая сторона терпит тактическое поражение или добивается успеха. Дождемся в ближайшее время, когда наступательный потенциал иссякнет. У Российской Федерации он уже начинает иссякать. Я имею в виду даже то единственное направление, где они еще пытаются наступать, это Северодонецкое. А дальше начинается оперативная пауза. Интенсивность боевых действий спадет. И обе стороны будут стараться максимально эффективно использовать оперативную паузу. Россия будет стараться нарастить резервы, а мы будем стараться как можно быстрее получить вооружение и формировать части для создания ударной группировки для проведения контрнаступления. Вот этим будет характеризоваться следующий этап войны, то есть позиционная война. Почему? Потому что мы еще не можем наступать, а Россия уже не может наступать. А дальше все будет зависеть от поставок вооружения. Путин все еще надеется, якобы его армия способна добиться успеха. Выжидает. Делает ставку на то, что Запад утомится помогать Украине и сосредоточится на собственных проблемах. Запад не устанет от этой помощи. Почему? Потому что особенно на Западе большинство стран понимают или большинство политиков в странах Запада понимают всю опасность этой ситуации. Если не мы остановим Путина, то им придется останавливать Путина. И вот тут цена вопроса либо дать помощь военно-техническую или финансовую, либо потом это самое выслушивать все хотелки и все пожелания от Путина или все требования, которые он будет выдвигать. Если он, не дай бог, побеждает, то тогда он... Ну, Запад он точно покоряет. Имеется в виду особенно Европейский Союз и другие страны. Поэтому я думаю, что они не устанут. Они за то, чтобы... Главная цель этой войны в геополитической плоскости – это военный разгром России и максимальное ослабление влияния России на мировую политику. И Запад действительно проявляет решимость и продолжает снабжать Украину оружием. США и Германия начинают поставки современных систем залпового огня, средств ПВО и радиолокаций. В частности от США Украина получит реактивные системы залпового огня «Хаймарс» с ракетами дальностью до 70 километров. Белый дом обещает быстрые поставки оружия на фоне незначительных успехов России на некоторых участках фронта. Великобритания анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня М270. Пока их немного, но это только начало. С моей точки зрения, конечно, бы хотелось как минимум две-три бригады, чтобы было, то есть 150-200. Вот это да, это существенно бы нашу артиллерию бы усилило. Они могут изменить ход боевых действий, но на одном отдельно взятом направлении, допустим, на Луганском, потом, допустим, на Донецком. А так вообще нам надо было, по большому счету, нам для вооружённых сил Украины, на мой взгляд, необходимо как минимум две-три бригады реактивной артиллерии и четыре-пять бригад ствольной артиллерии. Вот тогда мы можем говорить о том, что в огневом отношении у нас превосходство. Сейчас в битве за Донбасс доминирует артиллерия. Численное превосходство в крупнокалиберных орудиях всё ещё на российской стороне, но ускоренная доставка различных западных артиллерийских систем, в том числе гаубиц М777 из США и от союзников, скоро даст украинской армии значительное преимущество. События, которые произойдут на поле боя далее, и определят, кто выиграет в этой войне. Тем временем ситуация на фронте всё ещё не переломлена. Украине определённо победить, заявил президент Владимир Зеленский. И для этого есть много оснований. Военная машина России находится под ударом западных санкций, а Украина, воспользовавшись предоставленной ей дальнобольной артиллерией и системами залпового огня, может провести серию контрнаступлений и занять территории, по которым протянулись линии снабжения российской армии. Кроме того, всё больше простых семей на России начинают ощущать истинную цену этой войны. Сейчас начинают доходить те похоронные листы, которые российское Министерство обороны придерживало. Сейчас, вот по прошествии трёх месяцев после начала войны, тяжело раненые начинают возвращаться домой. После лечения в среднем где-то 2-3 месяца идёт лечение. И они рассказывают. И только сейчас, кстати, некоторые регионы России уже поднимают вопрос, почему у них так много погибших. Это вот та же Бурятия, тот же Дагестан, там Совет Старейшин уже начинает задавать центральной власти, какие вопросы, почему их так много погибает. И вот сейчас только начинается прозрение или осознание, вот так бы правильнее сказать, начинается только сейчас осознание того, что это всё-таки результат вот этой специальной военной операции, как называют в России эту кампанию. Кремлёвский диктатор сделал ставку на захват всей Украины и уже проиграл. Этим и объясняются огромные ресурсы, брошенные им на одержание хотя бы тактических успехов на Донбассе. Дело в том, что Российская Федерация вообще не готовилась к длительной войне. И на сегодняшний день ни экономика, ни финансовая система России не готова к длительной войне на истощение. И для них это огромная проблема сейчас. И чем дольше продолжается война, тем сложнее Российской Федерации удерживать экономику на плаву и финансовую систему России на плаву. Вот они сегодня, допустим, полностью искусственно регулируют курс рубля. Они его закрепили в приказном порядке и не дают банкам, не отпускают курс свободное плавание. Таким образом пытаются сдержать, допустим, рост цен и инфляцию. Но это не помогает. Цены всё равно растут и инфляция всё равно движется. Поэтому для России наступает очень болезненная фаза войны, когда военные действия начали напрямую влиять на экономику страны. Угроза контрнаступления ВСУ для российских командиров уже очевидна. Но они не могут подготовить оборонительные позиции. У них приказы продвигаться вперёд. Любой ценой. Украина тем временем проявляет отвагу и упорство в оборонительных боях. Демонстрирует стратегическое терпение, позволяя уставшей российской армии истощать свои последние резервы бессмысленными атаками и готовит свежие батальоны, оснащённые самым современным западным оружием. Сегодня ни экономика России, ни её военная машина не выдержат затяжную войну на истощение. А воля украинцев отстоять своё государство безгранично и крепко.